Всем привет! У нас на канале есть обзоры Ford Focus 2-го и 3-го поколения. Эти машины были и остаются популярными и востребованными. А вот Ford Focus 4-го поколения на их фоне стал каким-то чужим и непонятным. В этом обзоре мы постараемся рассказать всё про начинку Ford Focus 4-го поколения, про его надежность. Этот Ford Focus именно 4-го поколения пригоняли только из Европы и только с пробегом. Итак, встречаем 4-й Focus. Итак, Focus 4-го поколения выпускается с 2018 года. В модельной гамме традиционный пятидверный хэтчбэк и универсал. Есть отдельное исполнение Active. В этом случае кузов имеет кроссоверные накладки по периметру из некрашенного пластика. Focus седан достался азиатским рынкам, а североамериканский рынок Ford Focus покинул, кажется, насовсем. На первый взгляд может показаться, что Ford Focus 4-го поколения не проигрывает битву за сердца покупателей у своих конкурентов, таких как Megane 4 и 7-й Golf. Но на самом деле на дорогах и в объявлениях этих машин не намного меньше. Если судить по объявлениям, то примерно на 20% меньше, чем Megane и Golf. Поэтому мы можем считать Ford Focus 4-го поколения актуальным и популярным. Давайте пройдем по его технической начинке и уделим одну минуту и скажем, что Ford Focus 4-го поколения стал умнее и более напичкан технологиями. То есть в богатых комплектациях появились светодиодные фары и основанные на фронтальных камерах системы, такие как распознавание знаков руления в полосе и вместе с радаром адаптивный круиз-контроль. Ну и пару слов о фарах. Иногда реснички дневных ходовых огней начинают моргать в течение 10 секунд после включения. С этим уже разобрались. Виноват блок управления фарой. Его нужно менять. Просто так в рознице он не продается. Придется искать и заказывать. Про долговечность интерьера Ford можно сказать, что он не стареет и не выдает серьезный пробег. Добро пожаловать! Особых проблем тут не происходит. Мультимедийная система поддерживает отзеркаливание экрана смартфона через приложение CarPlay или Android Auto. Еще эти машины оснащены модемами. И если в них внедрить сим-карту местного сотового оператора и немного поколдовать, то можно контролировать некоторые функции машины со смартфона при помощи фирменного приложения Ford. С этим всем нужно немного поколдовать. Но работать будет! Ну а теперь переходим к двигателям. Под капотами Ford Focus 4-го поколения случилась революция. Все эко-бусты стали трехцилиндровыми. Да, не считая мотор, который ставится на Ford Focus ST. Однолитровые моторы эко-бусты, которые получили Ford Focus 4-го поколения, радуют некоторыми улучшениями. Для начала отметим, что основа, а именно блок цилиндров и коленвал, остались прежними. Напомним, что блок цилиндров чугунный, а вот ремень ГРМ, который купался в масле, наконец-то исчез. То есть он был погружен в масло. И инженеры Ford наконец-то услышали знатоков и заменили этот ремень на цепь. Но все-таки маленький ремешок, который погружен в масло, остался. И этот ремень приводит маслонасос с изменяемой производительностью. Также в ГБЦ поселился механизм отключения одного из цилиндров, а заправочный объем масла – 4,6 литра. Также появилась мягкогибридная версия в очень компромиссном исполнении. Вместо генератора используется здоровенный стартер-генератор, который соединен со шкивом коленвала поликлиниевым ремнем навесного оборудования. Он питается от небольшой батареи. У них отдельная электросистема на 48 вольт. В общем, этот моторчик помогает крутиться к коленвалу и рекуперирует энергию при движении наката. Второй бензиновый двигатель тоже трехцилиндровый объемом 1,5. У этого двигателя алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ, и в ГБЦ также присутствует система отключения одного из цилиндров. Система та же самая, как в однолитровых моторах с обычными распредвалами. Однако рокеры всех четырех клапанов первого цилиндра оснащены механизмом их размыкания, а масляный насос с двумя степенями производительности приводится от балансирного вала, который в свою очередь соединен с коленвалом шестеренчатой передачей. Заправочный объем масла – 5 литров 250 мл. Мы старательно и долго искали информацию по поводу надежности этих обновленных 1.5 EcoBoost. И знаете что? По ходу с ними все в порядке. Ну, по крайней мере, на данный момент. Новые, то есть обновленные моторы 1.5 EcoBoost не умирают от загрязнения масла ворсом и пылью от ремня ГРМ. То есть цепь оказалась правильным решением. И, кстати, 1.5 EcoBoost популярнее в Европе, чем 1.0 EcoBoost. Наверное, это обусловлено тем, что 1.0 EcoBoost ассоциируется с чем-то умирающим. И, кстати, обязательно напишите в комментарии, как у вас обстоят дела с этими моторами. В частности, напишите про мотор 1.5. Кстати, 1.5-литровый EcoBoost тоже получил рациональные пропилы в самом верху блока между цилиндрами. Поэтому этот двигатель не замечен в продувании прокладки ГБЦ. И даже цепи ГРМ у него на данный момент не растягиваются. Кстати, цепи можно купить под заказ с большим сроком ожидания около месяца, а стоимость 300 долларов. Для мотора 1.5 EcoBoost подходит масло вязкостью 5w20 с определенным допуском. Вот здесь вот он. Отдельно упомянем еще про один 1.5-литровый мотор атмосферной мощностью 122 лошадиные силы. Это все тот же 1.5 EcoBoost, только вместо цепи там все тот же ремень, который орошается маслом. Ну а теперь поговорим о дизельных двигателях. Ford Focus четвертого поколения представляет вам и предлагает вам дизель объемом 1.5, вернее турбодизель. И сейчас никаких TDCI. На сегодняшний день это называется EcoBlue. У этого двигателя легкосплавный блок цилиндров, а также сухой ремень в приводе ГРМ. Ну сухой зубчатый ремень в приводе ГРМ. Так вот, менять этот ремень по регламенту раз в 10 лет, либо же раз в 230 тысяч километров. Но это регламенты для Европы. А вот для стран с более суровыми условиями это 160 тысяч километров. И еще, системы впрыска мочевины в двигателе EcoBlue нет. У этого турбодизеля два Contra EGR. Интеркулер встроен во впускной коллектор, охлаждается антифризом. Топливная система от Bosch в ГБЦ есть маленькая цепь, которая соединяет оба распредвала. Здесь двухступенчатый масляный насос. По поводу сервисного объема масла до 29 июля 2017 года сервисный объем масла 3,9 литра, после 6,2 литра. Разница почти 30%. Непонятно, почему так произошло, но оба объема и дата значатся в каталогах и почти всегда объем отмечен наклейкой на изнанке капота. И этот мотор снова французский. Это DV5, продолжающий историю всех тех HDI, которые появились в 2000-е. Кстати, на клапанной крышке, являющейся верхней частью постели распредвалов, вы увидите и буквы FOMOCO и логотипы двух французских автопроизводителей. Кстати, комплект с ремнем ГРМ, парой роликов и помпой для всех этих 1,5-литровых дизелей для моделей Ford, Peugeot, Citroёn, Opel и даже пары Toyota совершенно одинаковые. Моторы 1.5 Eco Blue и их французские аналоги 1.5 HDI получили изначально слабенькую цепь распредвалов, она буквально рвалась, и мотор получал фатальные повреждения. И для решения этой проблемы французские, да и, наверное, немецкие специалисты усилили и улучшили все компоненты ГБЦ. То есть изменения коснулись не только цепи. Кстати, ширина старой 7 мм, а усиленная старая ширина 8 мм. Также обновили шестерни распредвалов и даже улучшили клапаны. Отличить старый и улучшенный мотор можно следующим способом. Снимаем вот эту декоративную крышку, снимаем форсунки, снимаем вот пластик, который там под этой крышкой. И вот здесь, справа от массозаливной горловины будет номер. Сейчас мы, естественно, разобрать это все не можем, потому что машина не наша, нам просто нельзя. Но, в принципе, когда будете выбирать машину, можете добраться до этого номера. Если цифры такие – 98, 126, 472, 80, то ГБЦ тут старого образца со стрёмной цепью. Если цифры такие – 98, 305, 804, 80, то ГБЦ тут улучшенная. Что делать, если ГБЦ старого образца? Нужно все менять на новую и верхнюю крышку, и оба распредвала, и цепь с ее натяжителем, и сопутствующие мелочи, и типа заглушек и сальников. По нынешним ценам ремонт выходит такой, что едва ли не проще купить контрактный мотор или ГБЦ в сборе. В общем, вот такой момент омрачает эксплуатацию огромного числа моделей с двигателями Eco Blue и Blue HD и Ford Focus 4-го поколения. И, кстати, если среди наших зрителей есть люди, которые установили новую цепь распредвалов на старые распредвалы, то обязательно напишите в комментариях, как работает такое решение. Давайте общаться теснее и коммуницировать. Ну и что хотелось бы сказать. В этот мотор надо лить масло вязкостью 0W20 с определенным допуском M2C952A1. Также Ford Focus 4-го поколения получил двухлитровый турбодизель. И это продукция компании Ford, то есть 2.0 Eco Blue. Так вот, у него чугунный блок цилиндров, 16-клапанная ГБЦ, двухступенчатый масляный насос, также двухконтурная система EGR. Заправочный объем масла 6,4 литра масла, хотя общий объем масла 7 литров 250 мл. Но инженеры Ford нашли где накосячить. Ремень ГРМ этого двигателя купается в масле, и по регламенту его надо менять раз в 10 лет, либо раз в 240 тысяч километров. Естественно, никакой двигатель столько не протянет. Ведь есть случаи перескока этого ремня, есть случаи обрыва этого ремня. Вдобавок, этот ремень загрязняет масло продуктами износа. Эти продукты износа седают в масляных каналах, забивают маслозаборник. В Европе сервисмены меняют этот ремень ГРМ раз в 90 тысяч километров. У этого чудного двигателя и меняют его с ремнем маслонасоса. К списку стандартных расходников типа натяжителя и помпы нужно менять и всю переднюю крышку, так как сальник коленвала находится в ней. В Европе продается целый набор всех деталей, необходимых для замены ремня ГРМ именно в двухлитровом турнице турбодизеле, но у нас все приходится собирать по отдельности. Вообще этот мотор был создан и предназначен для бусов, торнео и транзит. Он тянет классно и бодро, но тяжеловат для Focus 4. В двухлитровый турбодизель надо заливать масло вязкостью 0w30 со специфическим допуском. Вот он. А если двигатель выпущен после 15 августа 2021 года, то вязкостью 5w30 уже с другим допуском. Ну а теперь поговорим об автоматах, которые получили Ford Focus 4 поколения. И речь пойдет о классических гидромеханических трансмиссиях. Дело в том, что компания Ford отказалась от PowerShift. И вместо преселектива, вместе с компанией GM разработала трансмиссии, которые могла им собрать ZF или Aisin. И если честно, то лучше бы так и было, потому что фирменные 8F24 и 8F35 получились какими-то дерганными и нервными. Они переключали передачи с пинками на автомобилях, которые только выехали с конвейера. Но справедливости ради надо сказать, что прошивки меняли несколько раз. И это значит, что, худо-бедно, но прошивки как-то помогли этой трансмиссии работать плавнее. Некоторые владельцы, которые купили Ford Focus 4 поколения из Европы, 2-3-летние, заметили, что трансмиссия у них стоит 2021 года. А это значит, что автоматы меняли по гарантии. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это наталкивает на определенные мысли. Автомат 8F24 рассчитан на передачу крутящего момента до 240 Нм, 8F35 и 8F40 – до 350 и 400 Нм. Соответственно, первый автомат работает в паре с бензиновыми двигателями, а второй – в паре с дизельными двигателями. По железу они тоже разные. У 8F24 четыре планетарных передачи, а у 8F35 и 8F40 только две. Такой элемент трансмиссии, как муфта свободного хода, она же обгонная муфта, у этих трансмиссий отключаемая. Причем у 8F24 механизм отключения электромагнитный, а у 8F35 гидравлический. У обоих трансмиссий электрические масляные насосы, чтобы поддерживать работу всего агрегата в те моменты, когда система старт-стоп глушит двигатель. Насосы лопастные, как в насосах ГУР или как у новейших масляных насосов двигателей. К тому же у 8F24 насос с изменяемой производительностью. Очевидно, вам очень интересно, как долго служат эти автоматы. Так вот, не очень долго, примерно 200 тысяч километров. Иногда проблемы начинаются на 120 тысяч километров. У четырехлетних Focus с трансмиссией 8F35 разваливаются планетарные передачи, но перед этим они начинают стругать стружку. Трансмиссия 8F24 в 2020 году попала под отзывную кампанию. В ней как раз меняли селективную муфту свободного хода. То есть, у трансмиссии были проблемы с парковочным механизмом. То есть, машина в режиме паркинг могла просто покатиться. Также еще были проблемы, не включалась задняя передача. Так вот, эти проблемы в основном коснулись Ford Escape на североамериканском рынке. И дилеры эти проблемы устраняли по гарантии. В эти трансмиссии заливается масло Mercon ULV, у которого есть более дешевые аналоги. У этой трансмиссии есть два фильтра. Один возле гидроблока, второй возле маслонасоса. Эти фильтры не детализируются по оригиналу отдельно и отдельно не продаются. И вообще они меняются при капремонте трансмиссии. Но есть неоригинальные фильтры, хотя их на данный момент купить проблематично. Есть еще трансмиссия 6F15. И ставилась она только в паре с атмосферным двигателем объемом 1.5, о котором мы вам вскользь сегодня рассказали. Фильтр у этого автомата внутри, а надежность средняя. Ford Focus 4 еще оснащали тремя разными механическими трансмиссиями. Но что здесь отметить? Отметить можно трансмиссию DuraShift B+, которая устанавливалась в паре с 1.5-литровым турбомотором, может издавать приглушенное шуршание и лязгание. Это шуршит передний подшипник первичного вала. Кроме шуршания ничего плохого с этой трансмиссией не случается. А у нас объявление. Компания «АвтоСтронг» приглашает к нам в команду автослиссарей, кладовщиков и специалистов по продаже автозапчастей, потому что мы быстро расширяемся. Важно – знание и понимание устройства автомобиля. Опыт приветствуется. Если опыта нет, то всему научим. У нас официальное оформление, официальная заработная плата, а главное – бесплатное жилье в городе Минске для иногородних. Успей стать частью нашей команды. Звони плюс 375-44-786-5020. Подробности я оставил в описании. Также напоминаем, что в «АвтоСтронг» помимо очень качественных б.у. запчастей, есть новые запчасти и технические жидкости. Также есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и полным пакетом документов. Нужен мотоцикл, обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки в описании. Ну и сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать о технической части данного автомобиля. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Как вы понимаете, самому старому Ford Focus 4-го поколения стукнуло уже пять лет. Проблемы с автоматическими трансмиссиями были. Также были проблемы и с двигателями. А вот про подвеску никто не вспоминает. Спереди здесь стойки Макверсона. Вот эти нижние стальные рычаги, по оригиналу дорогущие, стоят $400, а сайлентблоки и шаровые к ним продаются только от неоригинальных производителей. Неоригинальные же рычаги обойдутся по цене $120-$180. Стойки стабилизатора дорогущие тоже $200, а неоригинал от $10 до $50. Задняя подвеска у Ford Focus 4-го поколения бывает двух видов – со скручиваемой балкой и по три рычага на каждое колесо. То есть или от чего это зависит? Не от мощности двигателя, как это обычно бывает, а от комплектации. Существует шесть разновидностей. Например, независимая подвеска будет в комплектации «Виньяли», а «Титаниум» и «Эктив-Х» будет со скручиваемой балкой. Хотя вроде бы с 2020 года рычажную подвеску получили автомобили с двухлитровыми моторами, а все младшие, то есть автомобили с младшими двигателями, получили скручиваемую балку. В общем, в этом плане Ford не был системным. У балки всего два сайленблока и стоимость каждого по $260. Вот этот вот сайленблок продольного рычага стоит $60. Доступен только по оригиналу, но придется подождать месяц. Также придется заказывать и ждать поперечные рычаги и даже сайленблоки к ним. То же самое касается и ступичных подшипников. Задние ступичные подшипники дорогущие стоят по $300. Тоже придется подождать. Заменителей нет. Заменители есть только для передних подшипников. То же самое касается и амортизаторов. В общем, запчасти подвески для Ford Focus четвертого поколения в дефиците, и это надо учитывать. У Ford Focus своя армия поклонников, которые готовы мириться с некоторыми его особенностями. Пожалуй, самое печальное – это самый популярный мотор 1.5 Eco Blue. Его самые ранние версии. Замена половины ГБЦ ради того, чтобы там не рвались цепи, это печально. Но можно просто подождать более свежей машины. В общем, если вы хотите, чтобы мы делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Нажмите колокольчик, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на наш канал, напишите комментарии и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, если будет компания «АвтоСтронг-М».